Детское радио представляет Знакомьтесь, музыка Еще несколько думав, и моя книга будет дописана Ай да, Муза Мелодьевна, а ведь сначала я сомневалась, получится ли, ну-с, не расслабляться Продолжим Да, милый мой читатель, музыка – прекрасный собеседник Прислушайся внимательно, и ты почувствуешь, что все это написано о тебе О чувствах, которые тебе не раз доводилось испытывать Как же композитору удалось так точно передать их По-моему, неплохо написано Хм, кто бы это мог быть? Муза Мелодьевна, откройте Это я, Галя, соседка ваша Но вы еще говорили, что у меня голос, и надо пением заниматься Помните? Я спросить хотела Добрый день, голубушка Как поживаете? Как продвигаются ваши занятия вокалом? Да ужасно Как так? У вас такой приятный голос А может, вы занимаетесь с ней достаточно усердно? Я-то жду приглашения на концерт вашего самодеятельного вокального коллектива Да не будет никакого приглашения И концерта не будет, то есть, меня там не будет, уж точно Как же так, милочка? Что случилось? Да вредны они там все, ужас в самодеятельности этой А руководительница вреднее всех Вот вы скажите, голосистая я? Я здесь, Инна Зилья, я здесь под окном Довольно, довольно, голубушка Стекла дрожат Вот, и я говорю, дрожат А они все Галя, тише, Галя, не спеши А чего это я буду тише, если у меня голос такой звучный? Присядьте, дорогая Успокойтесь Давайте я налью вам чаю Нет, ну ясно же, что завидую Вы считаете? То есть, вы решили отказаться от участия в концерте? Жаль, жаль А все же, какова была его программа? Что планировалось исполнять? Да много что Несколько песен, все хором Да еще мы с Тамарой, подружкой моей, вдвоем кое-что готовили Вдвоем это дуэт, стало быть Да То есть, в программе и хоровые, и ансамблевые произведения Ансамблевые? Это какие? Ну, это когда поют несколько человек И у каждого своя партия Ну, своя роль Голоса в ансамбле могут звучать вместе Просто мелодия у каждого исполнителя будет своя А могут по очереди Но в любом случае, ансамбль Это разговор нескольких голосов А я думала, что вместе это всегда хором называется Почти Только в хоре голоса объединяются в группы Вот, например, в вашем самодеятельном хоре Кто поет? Ну, мы с Тамаркой Василь Петрович Потом... Чудненько Стало быть, есть и мужчины Такой хор называется смешанным Обычно в состав смешанного хора Входят сопрано Высокие женские голоса Альты Женские голоса пониже? Верно А также тенора и басы Соответственно, мужские высокие и низкие голоса Причем Каждая из этих групп Может поделиться Например, первые и вторые сопрано Ну да Я вот первая сопрано Потому как выше всех пою Мне минало шестнадцать лет А Тамарка так Второе Галя Ну почему же так? Ну а как же Первый голос, он же главный Он мелодию поет А остальные вроде подпевают Мы когда отдельно по голосам разбирали Вот я свои ноты пою Песня выходит А Тамарка как затянет, что у нее в нотах написано Ничегошеньки непонятно Вместе красиво А отдельно слушать нельзя Вот-вот, Муза Мелодиевна А они Галя тише Чего это я буду тише, когда... Успокойтесь, милая Вот послушайте-ка это Нравится? Ох, красиво Действительно Замечательный романс На стихе Михаила Юрьевича Лермонтова Такая выразительная музыка Хотя мне кажется, что вот в этом варианте Пожалуй, мелодию лучше слышно На груди утеса великана Утром в путь она умчалась рано По лазуре весело играя Ой, а мне больше нравилось, когда хором В самом деле? Странно И там, и там мелодии очень похожи Мелодии это да А вот звучит все одно лучше хором Так мелодию первые голоса поют А все остальные вам не мешают слушать? Да что вы, наоборот Так музыка какая-то прозрачная Будто та самая тучка Говорю же, волшебная прямо Видите, Галя Выходит, вторые сопрано А также все прочие участники хора Это вовсе не так Они-то и создают этот фантастический эффект В этом произведении, например Благодаря их участию Возникает воздушность, прозрачность А в каких-нибудь торжественных героических песнях Наоборот Они дают плотность, объем звука, мощь Или вот, например Послушайте, как энергично звучит многоголосие В этой вот бразильской песенке Мне кажется, если исполнить это сольно Будет звучать гораздо менее интересно Согласна Хором эта песня лучше звучит Так что главное в хоровом пении Это равноправие голосов Да-да, каждый из них необходим У каждого своя роль Так что же выходит Руководительница наша права, что ли? Если вы о том, что один голос В данном случае ваш Не должен постоянно выделяться Звучать громче других Абсолютно права В хоре или ансамбле Необходимо А все-таки ансамбль Хм, я думала, что ансамбль Это когда несколько человек на инструментах играют На гитарах и барабанах, например И еще поет кто-нибудь Ну, группа Ансамбли, галочка, бывают разные по составу И инструментальные в том числе Главное, что участников несколько Кстати, в переводе с французского Это слово означает «вместе» И звучать должны все вместе А не кто-то один Ясно, ясно, запомню Значит, главное, чтобы все одинаково громко пели? Или одинаково тихо? Погодите, все же несправедливо Почему я должна петь так же тихо, как Тамарка, а не наоборот? Она на меня пускай равняется Я же не виновата, что такая звонкая Прежде всего, надо понять Какое музыкальное произведение Вы собираетесь исполнять сообща Вечерний звон Вечерний звон Милочка, тут вообще незачем голосить Вообще, даже если поют очень много людей сразу Вовсе не обязательно, что песня должна звучать громко Хор – это музыкальный инструмент Который может звучать очень-очень по-разному Например, доводилось вам слышать грузинское пение? А как же! Вах! Да, бывает и так А бывает и совсем наоборот Звучит песня Что там, для того, как ведь Возвращение 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 Очень-очень Согласитесь, что когда поют так вот в полголоса затаённо, звучит очень выразительно. И прежде всего, исполнителям необходимо внимательно читать в нотах пометки композитора и дирижёра, который вами руководит. Ладно, буду всё время так же, как все, тихо петь. Убедили вы меня, Муза Мелодиевна? Вы неверно меня поняли, Галя. Обычно дирижёр показывает участникам хора, где прибавить звук, а где наоборот петь потише. Это очень удобно, но можно обходиться и без дирижёра. Главное во время пения не любоваться собственным голосом, а внимательно слушать других участников хора или ансамбля. Вы же сами мне говорили, что певец должен получать удовольствие от звука собственного голоса. Вот, глядите, у меня и в тетрадке написано. Безусловно! Но только если речь идёт о сольном пении. Когда вы поёте в коллективе, то тембр, окраска вашего звука, тут скорее мешает. Да-да? То есть, вы же хвалили меня, что голос у меня такой, ну, серебристый, выразительный, как это, оригинальный. Голубушка, вот как раз в коллективном пении этого не нужно. Тут главное точно попадать в ноты и не особенно вылезать. И даже если ваш голос обладает яркими особенностями, ваша задача здесь максимально эти особенности скрыть, чтобы они стали незаметны. Главное – общее звучание. Знаете, Галя, например, каждый из участников знаменитого шведского квартета Абба обладал ярким выразительным тембром, Но услышать это можно только в тех местах, когда кто-то из них солирует, а когда звучат все вместе... Главное — общее звучание. Главное – общее звучание. Продолжение следует... Видите, как исполнители слушают друг друга, как слаженно им удается звучать? А я все же заметила, они не всегда одинаково громко поют, иногда одни вроде потише... Умница, что заметили! Это еще одна хитрость! Бывает, что один голос ведет основную мелодию, а остальные выполняют роль аккомпанирующего, поддерживающего инструмента. И, кстати, далеко не всегда композиторы отдают этот главный мотивчик самому высокому голосу. Бывает очень по-разному. Вот, например, у нас с вами двухголосие. У вас в нотах написано «До, Рэми, Фасоль, Фа, Мир и До», а у меня в это время тянется одна нота «До». То есть у вас в музыке что-то происходит, а у меня пока нет. Стало быть, вы в этом случае должны петь чуть ярче, но лишь самую малость. А я же, ярко взяв ноту, должна совсем чуть-чуть убавить звук. Обычно такие тонкости показывает дирижер, но если вы поете сами и никто вами не управляет, вот, запомните это простое правило. Ну, а если голоса движутся параллельно, рядышком, тогда и сила звука должна быть одинаковая. Ну, ты подумай, целая наука прямо. Хе-хе-хе-хе, уверяю вас, милая, ничего трудного тут нет. Ансамблевое или групповое пение – это как разговор нескольких людей. Вам просто нужно быть внимательной к собеседнику, вот и все. Тем более, что, например, у вас в самодеятельности есть, как я понимаю, руководитель. Ой, да, я теперь всегда ее слушать буду. Знаете, Муза Мелодьевна, она нам такие записи народных песен включала. Ох, заслушаешься. Может, мы так же сможем? Как думаете? Хотя, там, наверное, все настоящие певцы пели. Песни-то народные, да только простые люди, наверное, так не споют. Почему же? Ну как, они же не учились, не знают этих премудростей. Ну, то, что вы мне сейчас рассказывали. Хе-хе-хе-хе, а вы представьте себе, пошли девушки в лес за грибами. Певицы? Нет, почему? Просто деревенские девушки. Ну, вот как вы. Если все вместе одной кучкой станут бродить. Да нет же. Тут по одному надо разбредаться. Грибы-то все больше по одному растут. А как тогда не растеряться? Как не заблудиться? Но мобильники-то у нас есть. В лесу может не быть связи. Да и потом, представьте, что дело происходит не сейчас, а лет, эдак, скажем, сто назад. А, ну тогда-то, конечно, какие телефоны. Тогда можно петь точно. Вот так они и поступали. И смысл этого пения был как раз в том, чтобы все друг друга слышали. Кто слушает только себя, тот и заблудится. И во время работы тоже. Вот, послушайте. Я на пички налазила, на шесточки вияла. А сурняки вовы носила, кого надо видела. И правда, Муза Мелодиевна, вместе ты петь веселее. И наши с вами далекие предки это прекрасно понимали. Поэтому и возникло это древнее удивительное искусство хорового пения. Во все времена, во всех странах создавались изумительные произведения именно для такого вот коллективного исполнения. И еще, кстати сказать, вы, Галя, любите ходить в кино? Или предпочитаете смотреть фильмы дома, на диване? А при чем тут кино? Люблю, да. Это интереснее, чем дома смотреть. Когда в кинозале сидишь, прямо кажется, что ты сам в этот фильм попадаешь. Экран-то большой. И экран большой. И звук тоже в кинозале. Как будто бы вокруг вас. Таким образом устроено и расположено современное звуковое оборудование. Точно. Звук в кино повсюду. Вот. Это стереоэффект. Источники звука находятся в разных местах. Есть несколько способов достижения этого самого эффекта. Но нам с вами не нужно вникать в эти технические сложности. Важно вот что. Знаете, кто первый додумался создать у слушателя ощущение, что звук всюду вокруг него? Ну, ученый какой-то небось. Есть предположение, что это был композитор Иоганн Себастьян Бах. Так он же давно жил. Очень давно, голубушка. Больше трехсот лет назад, когда и телевизоров не было. Что? Уже тогда были какие-то такие устройства? Вроде колонок? Нет, устройств не было. Просто Иоганн Себастьян Бах, впрочем, возможно, он был и не первым. Так вот, он расположил участников хора в разных местах вокруг слушателей. Эффект был просто потрясающий. Кстати, где-то у меня были записи. Записи? Да? А что? Ну, Бах, он нам, руководительница, рассказывала. Много церковной музыки писал. Совершенно верно. Да ну, Муза Мелодиевна, не ищите. Вы уж меня простите, но это наверняка скукота. Такое старинное, немодное, да еще церковное. Вы считаете? А вы, Галя, стало быть, любите музыку современную? Современную. И не церковную, то есть светскую? Ну да, популярное что-нибудь. А в таком случае, как вам это понравится? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот это я понимаю. Мощно, современно. Не заскучали? Да что вы! А ведь, по сути, если убрать современные музыкальные инструменты, это самый настоящий грегорианский хорал. Григорианским он называется в честь Папы Римского Григория Первого Великого. Такие исполнялись в церкви. Да вы что? Во время католических богослужений. Да вы что? О, приблизительно тысячу лет назад. А звучит довольно свежо, вы не находите? Хорошая музыка, милая моя, не имеет срока годности. Муза Мелодиевна, вот это да! Я нашим на репетиции расскажу, вот все попадают. А, вы же решили больше не участвовать в самодеятельности, Галя? Не, передумала. Хором петь, это же так интересно оказывается. Главное, слушать, что другие поют, и не вылезать, да вперед не убегать. Тогда и выйдет красиво, это уж я поняла. Не бывает, чтобы один голос был главный. Все нужны и сопрано, и альты, и тенора с басами. Самый лучший хор смешанный, где все, и мужчины, и женщины, может, еще и дети. И чтобы непременно много-много народу, побегу я, Муза Мелодиевна, спасибочки. На здоровье, милая. И не забудьте, я жду приглашения на концерт вашего самодеятельного коллектива. Что ж, пора вернуться к литературному труду. Ну-с, на чем я остановился в своей книге? Ах да, музыка. Прекрасный, чуткий и деликатный собеседник. Тамара, Михалыч, пойдите сюда. Внимательного слушателя. Музыка вовлекает в удивительный мир волшебных звуков и ярких эмоций. Сейчас хором будем петь. Только, чтобы никто не выбивался. Ровненько, вместе. Михалыч, ну сколько тебя ждать? Иди сюда, говорю, петь будем. И даже если исполняемое произведение совершенно вам не знакомо. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Молодцы, еще раз. Оно разбудит в вашей душе позабытые мечтания или воспоминания о каких-то волнующих, радостных, а, быть может, и печальных событиях в вашей жизни. Слушайте музыку, друзья, и пойте. Лучше хором, лучше хором. Знакомьтесь. Музыка.